Сегодня в Вестнике Северодвинска погодные условия диктуют правила. Движение большегрузов в окрестностях города ограничат. Вместо пяти одна в городе может появиться единая квитанция за коммуналку. В больницу на бесплатном транспорте список получателей талонов на социальные такси расширен. Уникальный подход к обучению в прошлом. Учебники системы Занкова не вошли в федеральные списки. На должность президента объединенной судостроительной корпорации претендует уже трое. Здравствуйте, в прямом эфире вы смотрите Вестник Северодвинска в студии Сергей Курбан. Новым главой ОСК теперь может стать не только Игорь Орлов. Сегодня были озвучены имена других претендентов. Напомним, несколько дней назад стало известно, что нынешний директор корпорации Владимир Шмаков может уйти в отставку, а его место, возможно, займет губернатор Поморья. По информации ИТАРТАС, возглавить корпорацию предложили также заместителю министра промышленности и торговли Алексею Рахманову. Рассматривается и кандидатура члена совета директоров ОСК Владимира Поспелого. Когда будет принято решение о смене президента корпорации, до сих пор неизвестно. Тем временем губернатор Поморья поручил региональному правительству проработать вопросы о сотрудничестве с Республикой Крым и городом Севастополем. Помочь соотечественникам, проживающим на территории Крыма, могут все жители Поморья. Все желающие могут помочь жителям Крыма деньгами. Необходимые реквизиции для перевода средств можно посмотреть на сайте правительства Архангельской области. Сегодня Игорь Орлов подчеркнул, для того, чтобы наладить тесные связи с Крымом, необходимо регулярное авиасообщение. Уже 9 мая планируется первый авиарейс Архангельск-Симферополь. Воздушным транспортом Boeing 737 компании Nordavia попасть в южную часть страны можно будет раз в неделю. Сейчас производятся необходимые расчеты для определения стоимости билетов. Безусловно, новым субъектам надо помочь, адаптироваться в новые экономические, юридические, правовые условия, стать нормальными субъектами страны, именно понимая каждый субъект в этой стране уже со стороны Крыма и со стороны Севастополя. Накануне Галерлов подписал распоряжение о создании рабочей группы по оказанию помощи Республике Крыма и Севастополю. Это позволит определить конкретные направления развития экономического, торгового, транспортного, научно-образовательного и культурного сотрудничества, а также содействия в организации отдыха и оздоровления северян на территории Крыма, сообщает пресс-служба областного правительства. Дороги в окрестностях Северодвинска закроют для большегрузов. Так власти стараются обеспечить безопасность движения и сохранность трасс. Ограничения будут действовать с 10 апреля по 24 мая 2014 года. В связи с неблагоприятными природно-климатическими условиями в указанный период ограничивается движение транспортных средств осевые массы, которых с грузом или без него превышают 3,5 тонны на каждую ось. Временные правила вводятся на Солзинском, Коротском шоссе, автомобильные дороги от села Ненокса, Онежском тракте и Кудемском шоссе. В ближайшее время там будут установлены соответствующие дорожные знаки, а полиции рекомендовано обеспечить патрулирование этих дорог. Пассажирских автобусов установленные ограничения не коснутся. Так же, как и тех, кто везет продукты, лекарства, топливо, семена и корм для животных. В городе может появиться единая квитанция за коммунальные услуги. Вопросы энергопотребления рассмотрят народные избранники на депутатских слушаниях. Выслушать планируют мнение потребителей, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Вопросов на слушаниях рассмотрят три. Во-первых, почему плату за горячую воду теперь делят на две части – холодную воду и подогрев. Во-вторых, предлагают снимать показания со всех счетчиков одновременно. Ведь если кто-то забывает вовремя передавать показания, у соседей увеличивается плата за общедомовые расходы. Перерасчет сделают, но солидные цифры вызывают возмущение. И, наконец, депутаты планируют разобраться, кто обязан снимать показания счетчика. В советские времена люди ходили и снимали показания со счетчиков практически каждый месяц. А сегодня получается таким образом. Со счетчиков показания энергосбыт не снимает. Те квартиры, которые не сообщают, они ставят им ноль. И вся эта разница вешается на плечи квартиросъемщиков на общедомовую норму потребления. Это неправильно. Так депутаты пытаются наладить взаимодействие управляющих компаний с ресурсоснабжающими организациями. А в будущем создать единую квитанцию для оплаты услуг ЖКХ. Чтобы платить не 5-6 раз за воду, свет, газ и другое, а раз в месяц. Подобная практика оплаты уже существует в Есентуках, Минеральных водах Московской области. Резолюцию по итогам слушаний наши депутаты направят в правительство региона. Архитектурный облик центра Северодвинска скоро изменится. В городской администрации совместно с Севмашем разрабатывают проект благоустройства площади Пашаева. Сегодня объект осмотрел мэр Михаил Гмырин. Администрация Северодвинска провела аукцион на заключение договора аренды земельного участка для строительства здесь жилого дома. Площадь под застройку больше гектара. Остальное – парковочные места, детские площадки, зеленые насаждения. Всего около 2,5 гектаров. В результате торгов местный бюджет пополнился почти на 18 миллионов. Сегодня глава города лично осмотрел территорию будущей застройки. Особое внимание уделили облику самой площади. Покраска, подсветка с их стороны. Мы пишем, что там благоустройство вот этих, значит, ну, десяток можно им написать, этих вазонов. Можно написать десяток. Поставить их как раз вот на этих асфальтовых площадках. Или на въездах на 4-х. Можно и так. Можно на въездах поставить. Также городоначальник по обращению жителей посетил двор на перекрестке Труда-62. Здесь необходимо выполнить планировку территорий, провести благоустройство. Михаил Гмырин дал соответствующее поручение своему заместителю по городскому хозяйству Виктору Никонову. Пользоваться такси бесплатно отныне могут не только ветераны, инвалиды первой группы, получающие гемодиалисы, и дети-инвалиды. Право ездить на социальном такси получили онкобольные дети. Список льготников может расшириться и еще. В администрации рассматривают пожелания от общественников. Например, сейчас прорабатывается вопрос о перевозке слабовидящих. Сейчас Северодвинцу Данилу 14 в 11 ему поставили диагноз «рак». Мальчик пережил 8 курсов химиотерапии каждый по полтора месяца и поборол болезнь. После процедуры иммунитет ослаблен, так что в автобусе ездить нельзя. Для таких детей в нашем городе начали выдавать бесплатные талоны. Как и ветераны, они смогут передвигаться по Северодвинску на социальном такси. Мы с бабушкой в больницу ездим. Мама ей машину оставила. И как бы бабушке спина обрит, она не может на машине ездить. И поэтому мы ездим на Тути. Вообще вот у нас не было потребностей по городу, потому что все врачи, они на дом приходят. Мы ездим только в Архангельск, потому что лечение проходится только в областной больнице в Архангельске. Как бы здесь у нас никакого лечения не может быть. В Северодвинске единственной в области, где из местного бюджета оказывают такую помощь социальное такси, появилось в преддверии 65-летия Победы. Сначала бесплатно ездили только участники Великой Отечественной. В роли диспетчеров выступили активисты Совета ветеранов. Спустя два года заключили договор с фирмой «Такси». Льготой смогли пользоваться инвалиды первой группы, которые получают гемодиализ, и немобильные дети-инвалиды, как Артур. Он посещает реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями ручеек. Получаем на месяц и ездим сюда частенько. Каждый месяц ездим на процедуры, на занятия, ЛФК, массажи, физио у нас идет. И обратно тоже на такси едем. В рамках программы бесплатно можно добраться и до областного онкодиспансера в Архангельске. Правда, пока поездки бесплатны только для взрослых больных. У нас заключены со 138 маршрутом, со 133, со 150, со 153. И вот вы хороший вопрос задали в отношении детишек. Если будет необходимость, учитывая, что у нас с этими автобусами заключены, с маршрутами, мы, конечно, сможем полишать проблему, если они будут получать химиотерапию и за пределами города. Услугой «Социальное такси» уже воспользовались два онкобольных ребенка. Для удобства их выдачей занимаются лечебные учреждения. Распределяются по поликлиникам. И каждый участковый педиатр знает количество детей, нуждающихся в обеспечении социальными талонами. И выдает участковый педиатр на каждом участке. В нашей поликлинике нуждается из подлежащих детей инвалидов колясочек 19 человек, а онкобольным два человека. Ежегодно на социальную поддержку город тратит до 25 миллионов рублей. В рейтинге областного Минздрава Северодвинск получил наивысшую оценку по работе в сфере охраны здоровья. 15 баллов из 15 возможных. Далее Мирный и Котлас. Архангельс лишь четвертый. Анна Бибикова, Марина Хохлова, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска. Инспекторы ГИБДД начали проверять большегрузный транспорт на наличие тахографов. С 1 апреля вступили в силу поправки в Административный кодекс Российской Федерации. Они содержат требования по оснащению автобусов и грузовых автомобилей средствами контроля труда и отдыха водителей. 196-й Федеральный закон о безопасности дорожного движения обязывает юридических лиц оснащать грузовики и пассажирские автобусы тахографами. Грузовики массой от 12 тонн должны быть оснащены средствами учета до 1 сентября, пассажирские междугородние автобусы до 1 июля текущего года. И только водители грузового транспорта массой от 3,5 до 12 тонн имеют еще год в запасе. Порядок оснащения определен приказом номер 273. Так, например, все транспортные средства, осуществляющие перевозку опасных грузов, грузовые, должны быть уже оснащены тахографами с 1 апреля 2014 года. Обязательное наличие тахографа не распространяется на автокраны, пожарные автомобили, автоэвакуаторы, автомобили для уборки улиц и машины скорой помощи. Также без таких устройств могут работать транспортные средства, зарегистрированные военными инспекциями, органами технадзора и службами федеральных органов исполнительной власти. Транспортные средства органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, также не обязаны иметь средства учета. Согласно Административному кодексу за управление автомобилей для перевозки грузов или пассажиров без тахографа, предусмотрены штрафы от 1 до 3 тысяч рублей для водителей и от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц. Бюрократический казус или намеренное вмешательство в процесс обучения младших школьников? Этим вопросом сегодня задаются сотни родителей по всей стране. В марте этого года учебники по системе Занкова исключили из федерального перечня. Формальные процедуры не прошли 42 пособия. Скажется ли это на развитие младших школьников, выясняла наша съемочная группа. Эти ребята учатся только в третьем классе и, скорее всего, даже не знают, что занимаются по уникальной методике Занкова. Ей больше 20 лет и сейчас целая эпоха в обучении младших школьников может уйти в прошлое. Учебники не попали в федеральный перечень рекомендованной литературы. При этом в Северодвинске по этой системе преподают больше 50% учителей начальных классов. По России цифра достигает 13%. Родители школьников боятся. Перемены плохо скажутся на детях. Что за этим следует? Или программу закрывают абсолютно и полностью, то есть убрав наработки, опыты, навыки этой программы, которая уже реализуется более 20 лет. И что будет дальше? Как будут учиться дети? В 21-й школе по учебникам системы Занкова работают сразу несколько педагогов начальных классов. Учителям жалко терять наработанный опыт. Наталья Капитанова по этим пособиям работает больше 18 лет. Систему называют уникальной, ведь дети не получают готовых ответов в процессе обучения, а развивают систему логического мышления. Какие принципы системы Занкова? Это обучение на высоком уровне трудности. Это прохождение материала довольно быстрыми темпами. И вообще сама идея этой системы – это слить процесс обучения, развития и воспитания в одно целое. В управлении образования ситуации знакомы и уже готовы обнадежить родителей школьников. Тех, кто сейчас учится по системе Занкова, исключение 42 учебников из федеральных списков никак не коснется. Те, кто начали, и первоклассники этого года начали по учебникам Занкова, они в обязательном порядке будут учиться до 4 класса. Ну и, соответственно, там преемственность есть. Значит, будут выбраны школами те комплекты, которые стыкуются, как мы говорим, значит, по математике, русскому языку и основным другим дисциплинам. Поэтому здесь, в этой части, беспокоиться не надо. В новом учебном году первоклассники начнут заниматься по альтернативным системам обучения. Впрочем, по информации Министерства образования, исключение учебников Занкова могут пересмотреть и при принятии положительного решения включат в дополнительный список. Тогда школы смогут вернуться к уникальному учебно-методическому комплексу, по которому занимались еще с начала 90-х. Сергей Курбан, Семен Цемигулин, Вестник Северодвинска. А сегодня планета отмечает Международный день детской книги. Дату установили в честь дня рождения великого датского сказочника Ганса Христиана Андерсена. Известно, что именно детская литература появилась сравнительно недавно, до середины 17 века истории рассказывали устно, а круг чтения детей ограничивался изучением Библии. Книги, написанные специально для маленьких, появились только в 19 веке. Ну а теперь о погоде. Слово ведущей рубрики «Небесная канцелярия» Алене Земляковой. Город готовится к периоду обильных осадков. Здравствуйте! «Небесную канцелярию» смотрите сразу после коротких анонсов. Далее в выпуске. Погружение в себя на всю жизнь. Сегодня Всемирный день распространения информации об аутизме. Шутка обернулась лишением свободы. В Архангельске задержали телефонного террориста. Вместо книг читают людей. В библиотеке «Бестселлер» провели социально-ролевую игру. О метео и астропрогнозах расскажет вам «Небесная канцелярия». И вас приветствует наш спонсор – магазин ювелирных православных подарков «София». 3 апреля, по данным ГИС Метео, в Северодвинске ночью ожидается 6 градусов со знаком «минус». Днем температура поднимется до минус 3, пасмурно – снег. Ветер западных направлений порывистый до 6 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня практически не изменится и к вечеру составит 750 мм штутного столба. Астрологи советуют обсуждение любых важных вопросов завтра отложить. Конфликт может вспыхнуть из-за любого пустяка. Даже самые спокойные и уравновешенные люди могут вести себя вызывающе, а иногда даже агрессивно. Эффективными будут оздоровительные процедуры, проведенные во второй половине дня. Посетите нашего спонсора магазин ювелирных православных подарков «София». «София» – уникальные изделия ручной работы. Они завоевали любовь не только ценителей ювелирного мастерства, но и знатоков русского православного искусства. «София» – создаем уникальное, сохраняя традиции. Улица Ломоносова, дом 98А, торговый центр «Грант», третий этаж, левое крыло. А я желаю вам хорошего настроения и до встречи! Единственный в Архангельской области специализированный магазин ювелирных православных подарков «София» предлагает вашему вниманию уникальные авторские ювелирные изделия ручной работы. Это крестики, образки, мощевики, складни, кольца и браслеты, колье и подвески. Все эти изделия освящены в храме Софии при мудрости Божией. Они неоднократно получали высокие награды на престижных ювелирных выставках. Многие приняты в коллекцию церковного искусства Государственного исторического музея. Теперь эти уникальные изделия доступны жителям нашего города. Приглашаем вас посетить магазин православных подарков «София». Торговый центр «Гранд», третий этаж, левое крыло. Мы даем кредиты 53, 95, 95. Тепличные с заботой о вас. Северодвинский агрокомбинат выращивает рассаду цветов и овощей. Скоро в продаже рассада томатов, огурцов, перцев, кабачков, капусты и цветов. Северодвинский агрокомбинат. Доверяйте профессионалам. Окружная 23, телефон 920-448. Скоро открытие сезона. Ни хрена ты, ни репки. Без «Венос» не посадишь в грядку, детка. Пока зреет урожай, жарь шашлык и отдыхай. Выросла репка большая-пребольшая. А дальше вы знаете. «Венос» — все для любимой дачи. Замкнутость, отсутствие выраженных эмоций и интереса к окружающему миру. Все это симптомы аутизма. Истинные причины расстройства до сих пор не ясны. Сегодня в мире день распространения информации о проблемах аутизма. В том, что главная проблема семей, которые столкнулись с этим диагнозом, именно непонимание окружающих, убедилась Марина Хохлова. Тимофею Акимову поставили диагноз «аутизм» в 4 года. Сначала мальчик пошел в обычный детский сад. Именно там воспитатели впервые заговорили об этом заболевании. Затем садик «Снежинка» для слабослышащих. Многочисленные походы по врачам и подозрения педагогов подтвердились. Тимофей не глухой, а с нарушениями развития психики. Потом реабилитационный центр «Солнышко». Сейчас мальчик учится в школе-интернате. Два года в общем классе, с недавнего времени индивидуально. Хотя я все эти два года добивалась этого. Просила психиатра ни в какую. Надо таким детям, надо общаться с детьми, надо тра-та-та, а все. Я говорю, он боится детей. Тимофей увлекается политикой, новостями и городским телевидением. Запоминает много фактов, но не может самостоятельно одеться. Это отличительная особенность всех аутистов. Сегодня, во Всемирный день распространения информации об аутизме, принято говорить о проблемах таких детей. И в нашем городе их немало считают психологи. Проблема в том, что это самая незащищенная категория детей, вот с точки зрения образования. В нашем городе есть, допустим, учреждения для детей с нарушением зрения, с нарушением слуха, с нарушением интеллекта. Эти ребятки законодательно, там на программе стоит гриф «Государство», они могут заниматься. Для ребяток с аутизмом нет таких условий. В общеобразовательных школах такие дети не учатся. В управлении образования с таким явлением не сталкивались. Впрочем, отмечают, в соответствии с законом, ребятам должны предоставлять индивидуальный учебный план. Это работа медиков, медицинских психологов, педагогов-психологов. То есть с тем, чтобы определить индивидуальную траекторию образовательную данного ученика. Статистику аутистов никто не ведет. Родители находят способы обучения самостоятельно. Например, в реабилитационном центре «Ручеек» с аутистами занимается целая команда специалистов. Дефектологи, лакопеды, психологи и врачи. Им, конечно, нужно не так много быть в общении с детьми, со взрослыми. Как-то больше времени им нужно находиться один на один с собой. В мире считается, аутизм можно преодолеть, если ребенок будет посещать обычные детские учреждения и общаться с другими ребятами. Больным уколом по проблеме аутизма стал недавно нашумевший документальный фильм «Антон тут рядом» и сочинение о людях мальчика-аутиста. Люди бывают добрые, веселые, грустные, добрые, хорошие, благодарные. Марина Хохлова, Денис Богданов, Вестник Северодвинска. Выпили лишнего и с особой жестокостью убили сожителей мать с сыном в городе Котласе. Конфликт произошел, когда 32-летний сосед ударил обвиняемую бутылкой по голове. В ответ ее сын нанес обидчику удар табуретом, затем избили и сожительницу потерпевшего. Роковыми стали удары ножницами по голове и телу соседей. Ранения оказались несовместимыми с жизнью. Мать с сыном задержаны сотрудниками полиции. О других происшествиях смотрите в рубрике «Протокол». Рецепт здорового сна от фирменного салона «Оскона». Только у нас ортопедические матрасы, подушки, кровати и постельные принадлежности. Только сейчас действуют скидки до 50%. «Оскона» – спите на здоровье. Ломоносова, 75, дом Выта, Северное сияние. Накануне в Архангельске возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего жителя. Он сообщил об акте терроризма в службу спасения. Вечером 6 ноября 2013 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с мобильного телефона совершил 4 звонка по номеру вызова экстренной службы 112. Представивший сотрудникам ФСБ России сообщил несоответствующее действительность сведения о заложенном взрывном устройстве в метрополитене города Москвы. Решением суда шутнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев условно, с испытательным сроком 1 год. 1 апреля для владельца этого автомобиля запомнится отнюдь невесельем. Вечером на парковке дома номер 1 по проспекту Московскому в Архангельске злоумышленник разбил стекла в машине, помял двери, капот и крышу. На кадрах видно, преступник наносил удары топором или другим подобным предметом. Граждан, располагающих информацию о происшествии, полиция просит обратиться по телефону 02. Накануне в одном из подвалов дома номер 8 по улице Воронина обнаружили труп мужчины. Личность человека установить не удалось. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Производился осмотр места происшествия. По внешнему виду мужчина при жизни являлся лицом безопределенного места жительства. Документов каких-либо у мужчины обнаружено не было. В подвальном помещении имелись следы крови. В настоящий момент отрабатывается несколько версий. По предварительной версии следователей, смерть могла наступить в результате несчастного случая или противоправных действий. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза тела, а также мероприятия по установлению личности мужчины. В библиотеке «Бестселлер» читают не только книги, но и людей. Накануне там провели второй сезон социально-ролевой игры «Живая библиотека». Три человека, три книги. Живое общение заменяет чтение. Такую идею впервые озвучили зарубежные библиотекари еще 14 лет назад. Теперь новшество активно применяется и в нашем городе. Алексей Климов, северодвинский эколог, краевед и писатель, выступают в роли живой книги. В этот раз в библиотеке «Бестселлер» разговаривать можно, причем на любую тему. Об истории нашего края, насущных социальных проблемах и даже о личной жизни живой книги. Читают у Алексея Ивановича члены библиотечного клуба «Русский сюжет». Сняли с полки и на полку обещали вернуть. Очень уникально. Потом спасибо за оригинальность. Все это очень важно. Это неожиданно, когда заставляет интеллектуально думать, работать. И я думаю, что и людям-то интересно, читателям. Интересные люди приходят. Можно действительно задать вопросы. И люди даже такие, о которых проблемы слышали, слышали проблемы, но не знали глубине. Но вот на сегодня, я считаю, что этому Алексею Ивановичу надо вообще было час или полтора посвятить. «Живая библиотека» – новый формат общения. Здесь разговаривают по душам и узнают об интересных людях. Музыканты, ученые, владельцы крупного бизнеса и политики. Читателям важны все северодвинцы. Все эти люди живут с нами в одном городе, ходят по тем же самым улицам, пьют кофе в тех же самых кафе. И «Живая библиотека» – это проект, который позволяет нам познакомиться поближе. То есть это возможность диалога, возможность услышать других людей, возможность их понять и самому сделать выводы, что другие люди живут по-другому. В одном сезоне три живые книги. Алексей Климов, Влада Коваленко, поэтессы, преподаватель Сафу и отец Сергий. По ходу игры группы меняются. Слушают их члены клуба «Ветеран», «Русский сюжет» и одиннадцатиклассники 29-й школы. Очень интересные люди, очень активна у них жизненная позиция. Они очень много рассказывали о себе, то есть давали какие-то советы. И я считаю, что такие мероприятия должны проводиться для культурного развития учащихся. А после социально-ролевой игры участники обмениваются мнением о прочитанном человеке. В следующий раз живая библиотека соберется осенью. Личность героя откровенных разговоров пока держат в секрете. Марина Хохлова, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. Вестник Северодвинска о спорте. В Северодвинске прошел традиционный турнир по теннису Кубок Белого моря. 14-е соревнования приурочили к празднику Дню моряка-подводника. Два дня. Шесть команд из Великого Устюга, Котласа, Архангельска, Коряжма и Новодвинска, а также Северодвинска боролись за главный приз. Теннисный командный турнир Кубок Белого моря проводится в 14-й раз, и команда Северодвинска не проиграла его ни разу. В этом году шесть команд разделились на две группы, матчи провели по круговой системе. Вчера целый день играли, последняя игра, кстати, вчера закончилась в 10 часов вечера. Вот мы играли, вышли в финал. В финале играем сегодня с Устюгом. Великим пока ведем. Турнир командный, поэтому соперники играют три встречи, две личные и одну парную. Первыми на корт финального матча вышли Василий Дюкарев и Александр Кузнецов из Великого Устюга. Первый сет в упорной борьбе со счетом 7-5 выиграл Александр, но опыт взял свое. Василий Дюкарев с легкостью справился с двумя оставшимися сетами. Соперник очень хороший, Василий Васильевич Дюкарев. Замечательный человек и очень хороший игрок. Играть с ним очень трудно, но приятно. Я рад, что взял первый сет. Ну а будем работать, на следующий год приедем, может быть, возьмем еще один. Что, парная встреча ждете? Ну, парная встреча у нас, вот я играю с Дмитрием Скульпцовым. Мы, вообще-то, чемпионы в области в своем возрасте. Я думаю, что у нас проблем не должно быть. Севердвинский тандем уверенно переиграл своих соперников как в паре, так и во второй личной встрече. Тем самым, Кубок Белого моря в 14-й раз достался нашей команде. А в матче за бронзу со счетом 2-1 Архангельск выиграл у Новодвинска. Константин Мухин, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. В столице Поморья состоялось первенство Архангельской области под зюдо среди юношей и девушек 2002-2003 годов рождения. Воспитанники Северодвинской Дюсыша-2 завоевали 3 золота, 3 серебра и 3 бронзы. Первенство Архангельской области является отборочным соревнованием на северо-запад страны. Такую путевку получают обладатели золота и серебра. В их число попали победители Анастасия Загозкина, Ирина Мордовская и Глеб Усов. Серебряные призеры Виктория Шиловская, Константин Легостаев и Дарья Ковенкова. Бронза области на счету Артема Флорискула, Святослава Попова и Никиты Зубкова. Первенство Северо-Западного федерального округа стартует 25 апреля в Новгороде. Наши борцы могут показать свое мастерство на 11-м всероссийском турнире памяти моряка-подводника, старшего лейтенанта Сергея Васильевича Узкого, подводной лодки «Курск». Он состоится в нашем городе 12 апреля в спортзале «Строитель». На сегодня это все новости. Обо всем интересном, что происходит рядом с вами, пишите нам на номер 8-911-550-3008. Или звоните 580-700. А я напоминаю, наши новости вы можете смотреть на канале «Звезда» и на первом круглосуточном телеканале «Северодвинска» ГТРК. Я с вами прощаюсь, смотрите нас и все узнаете первыми. До свидания. Студия «Дизайномарт» дарит обновления. Кухни, детские шкафы-купе вам на загляденье. Мы готовы выслушать все ваши пожелания и не оставим ни одно без должного внимания. Рассрочки и скидки для клиентов у нас на Советской 27А ежедневно ждем вас. Удобный комфортный текстиль, создающий домашний уют и тепло. Различные комплекты для детей и взрослых из мягкой дышащей ткани. Поплина, шелковистого легкого воздушного сатина, традиционной бязи. Одеяло из бамбука и овечьей шерсти абсолютно экологичны. Удобные подушки с искусственными заменителями пуха или бамбуковые, гипоаллергенные. И что немаловажно, принимающие удобную для головы форму. Также здесь вы найдете модные лоскутные покрывала. Выставка продажа пройдет с 31 марта по 4 апреля в Центре культуры и общественных мероприятий. Магазин для всей семьи «Вега» на ЖД. Скидка 30% на товар дня. Мы ждем вас. Нас найти легко. Перекресток улиц Железнодорожная и Первомайская. Спонсор прогноза погоды – туристическое агентство «Звездное путешествие». Весь мир для вас предлагает туристическое агентство «Звездное путешествие». Туры по всему миру. Раннее бронирование. Вылеты из Архангельска. Авиа и ЖД-билеты. Визы. Финский шенген без тура. Беспроцентная рассрочка. Ждем вас по новому адресу. Улица Ломоносова, дом 116. Телефоны 59 92 50 и 8 911 558 20 20. В четверг 3 апреля в Северодвинске ожидается ветер юго-западный, северо-западный умеренный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет расти и составить 752 миллиметра ртутного столба. Переменная облачность. Возможен небольшой снег. Тип погоды второй благоприятный. Температура ночью минус 4,7. Днем от 2 до 4 градусов мороза. Спонсор прогноза погоды – туристическое агентство «Звездное путешествие». Весь спектр туристических услуг – от помощи в оформлении загранпаспорта до подбора индивидуального маршрута. С нами путешествовать интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова